С чего начинается здоровый день? Конечно же, зарядки. Для поднятия бодрости духа на театральной площади провели массовую зарядку. В этом году Всемирный день здоровья посвятили трансмиссивным болезням, инфекционным заболеваниям, возбудители которых передаются кровососущими насекомыми. Так как скоро начинается время выездов на отдых в лес, главный инфекционист Анапы Нина Галиулова рассказала собравшимся, как обезопасить себя от укусов насекомых. Бесплатные консультации проводили анапские краевые врачи по специальностям терапевт, инфекционист, невролог, педиатр, онколог и другие. Несколько сотен человек сегодня еще раз уточнят состояние своего здоровья, ну и, наверное, это будет иметь в последующем, как бы очень положительно, скажется, на их продолжительности жизни и состояние. Большой интерес у гостей мероприятия вызвал практический урок оказания первой медицинской помощи, который проводил врач-реаниматолог. Анапчане и гости курорта могли измерить рост, вес, артериальное давление, обследовать сердце на кардиовизоре. Хорошо сейчас проводят диспансеризацию, проверяют, все выявляют, а так люди вот не ходят, не следят за здоровьем. Я, например, не знала, что у меня давление, ну так, ну болит голова, и ладно, я не обращала. А все они сказали, что надо немножко подлечиться, смотреть за этим, следить. Так что эти мероприятия, думаю, очень полезны. В своем микроблоге-твиттер мэр Анапы Сергей Сергеев отметил, самыми востребованными оказались врачи-онкологи. Их посетило 111 человек. Подобные дни здоровья будем продолжать, не только в городе, но и в сельских округах. Студенты медицинского колледжа раздавали буклеты о вреде курения, призывали к здоровому образу жизни. Для всех участников «Нездоровья» была подготовлена праздничная программа. На сцене Центра культуры Родина выступали лучшие творческие коллективы Анапы, работали интерактивные площадки. Желающие могли посоревноваться в перетягивании каната, участвовать в конкурсах, викторинах и других веселых состязаниях.